Саламе циздермия, гурмети, арептестер, гритинди коллеги, приветствую, дорогие коллеги, витаю, дорогие коллеги и коллежанки. Я очень благодарна Библиотеке Назарбаев Университета, Библиотечной Ассоциации Казахстана, за то, что пригласили меня на вашу замечательную конференцию. Я хочу сказать, что у нас очень тесные контакты профессиональные с Библиотекой Университета Назарбаева. Уже 4 года мы являемся соорганизаторами конференции в Украине, которая проводится на базе нашего университета в городе Днепро, Украинский государственный университет науки и технологий. И сейчас я перехожу, запуская презентацию, и перехожу к теме моего выступления, тема моего доклада «В фокусе университетской библиотеки военного времени. Открытые образовательные ресурсы». На примере Украинского государственного университета науки и технологий. Раннее утро 24 февраля 2022 года изменило жизнь каждого украинца. Мы проснулись от взрывов и сюрреалистичности того, что происходит с нами в сердце Европы в 21 веке. А что-то такое это полномасштабное военное вторжение России в Украину с намерением уничтожить украинский народ как нацию, уничтожить его историю, культуру, образование и науку. 8 месяцев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину и почти 9 лет с начала оккупации Крыма, Севастополя, частей Донецкой и Луганской области. На слайдах разрушены библиотеки вузов Харькова, Николаева, Ирпеня, Никополя. Но, как вы понимаете, просто невозможно было вместить все города и все вузовские библиотеки на данные слайды. Но вузы Украины и их библиотекари работают. Работают в критических и опасных условиях. Мы, как и весь украинский народ, выдержали первоначальный сложный период войны и далее мы становимся только морально и физически сильнее. Мы получили уникальный, но, конечно, достающийся неимоверно страшной ценой опыт работы, опыт поддержки студентов, преподавателей и ученых во время войны России против Украины и на территории Украины. И такие вызовы, как цифровизация, COVID, война с 2014-2022 года, переход на дистанционку и смешанные модели образования и исследований, безусловно, вызывают проблемы. Проблемы огромные и, конечно же, знакомые всем библиотекам университетов мира. Это то, что фонды печатных коллекций и локальные цифровые коллекции физически недоступны. Часть фондов не соответствует требованиям для поддержки качественного обучения. Литература либо устаревшая морально, либо физически, она не на украинском языке и так далее, другие негативные факторы. Коммерческие издатели не имеют модели работы с электронными учебниками для библиотек вузов, такие критические времена. Ограниченное финансирование, то есть все это приводит к недостатку учебников и компьютерной техники. И, конечно же, академическая доброчестность и авторское право не позволяют оцифровывать коммерческие учебники. И вот эти вот все факторы нам еще больше дали понять, что в таких условиях главный выход – это обращение к открытым образовательным ресурсам. Философия и практики открытости для украинских библиотекарей – это не что-то новое. С 2007 года мы приняли открытость и объясняем ее ученым и студентам. Библиотекари, работая над Open Scholarship, развили открытое академическое мышление, наборы навыков, опыт и инструменты. И на сегодня большинство репозиториев, почти 100, поддерживаются именно университетскими библиотеками. Также библиотекари работают в проектах по цифровому издательству, поддерживая университетские научные журналы на открытых платформах, например, OGS. Они наполняют собственными сообщениями контент украинской Википедии, обучают студентам поисковых стратегий по ресурсам открытого доступа и очень-очень много другого. Но вот именно данные процессы, процессы поддержки открытости, они, безусловно, ускорились с началом пандемии COVID-19. Это сориентировало университетские библиотеки на предоставление онлайн-услуг и активизации различных направлений внедрения и поддержки открытого образования и открытых образовательных ресурсов, которые я буду, аббревиатуры которых я буду для краткости использовать, ОИ и ОИАР. Пока что о конкретных действиях и достижениях в области ОИ и ОИАР в пределах всей Украины библиотекари говорить не могут. В последние годы Министерство образования и науки сделало своим приоритетом более систематическую работу по сближению академических кругов Украины с европейскими исследовательскими и инновационными сообществами. Да, конечно, отдельные открытые практики существуют в некоторых учреждениях, таких как наш университет, однако ОИ и ОИАР официально еще не упоминались в официальных национальных документах до 8 октября 2022 года. Впрочем, в начале августа 2022 года каждый ВУЗ получил такие опросники, это были первые положительные сдвиги, опросники о состоянии имплементации рекомендаций по открытым образовательным ресурсам ЮНЕСКО, которым предложено было заполнить целью проведения первых консультаций между министерствами и академическими сообществами. Два месяца продолжались вот эти вот консультации и 8 октября 2022 года Украина решением правительства официально присоединилась к странам Европейского Союза, имеющим утвержденный план реализации принципов открытой науки. И вы видите, что подчеркнуто красным это три направления, два из которых это открытый доступ и открытое программное обеспечение. Они использовались достаточно давно, с 2007 года, но в открытую науку входят также открытые образовательные ресурсы. И для более конкретного раскрытия темы я расскажу о том, как же все-таки в нашем университете, Украинский государственный университет науки и технологий, эти процессы запустились, уже запустились. Я хочу сказать, что было год назад объединение двух национальных университетов. Это университет железнодорожного транспорта, тот, в котором я имею честь, имела честь быть директором библиотеки, и Академия, Национальная металлургическая академия Украины, вот новый вуз, вновь руководство и коллектив сообщества университета доверило и оказало мне великую честь быть директором библиотеки. Тема стала разрабатываться библиотекой с 2019 года. Сначала это был анализ официальных документов ЮНЕСКО, исследовательских статей и практического опыта академических библиотек мира. И поскольку действия библиотеки УСУСТ в направлении ОИАР имели локальный характер, они, конечно же, должны были опираться на определенный фундамент в самом университете, а во-вторых, имеет стратегическое значение на годы вперед. И правильность такого нашего видения подтверждается уже сегодня, когда мы стоим перед вызовом длительной и изнурительной войны с Россией. Мы будто переходим с модели спринт на модель марафона. Наши практики начались с 2009 года, когда мы запустили первый при Днепровском регионе институциональный репозиторий на Диспейс. Далее у нас стали с 2011 года, мы стали работать как цифровой издатель, и вместе с учеными разных факультетов создали первые в регионе научные журналы. Мы поддерживаем три журнала, два из которых – это антропологичные вымеры философских доследий, индектируется в App of Science, а библиотека университета на новом этапе розыску социальных коммуникаций, этот журнал индектируется в Скопус. С 2013 года мы поработаем на платформе открытых конференций, с 2021 года мы развернули издательские процессы открытых учебников Open Textbook на Open Monograph Press, и мы оказываем, безусловно, другие услуги. Далее следующий слайд говорит о том, что как цифровой издатель мы стали отражаться в справочнике Library Publishing Director с 2018 года, это библиотечная коалиция университетских издательств, и на карте главального цифрового библиотечного издательства «Карта ИФЛА» мы от Украины также пока что единственные. Ну и что я хотела подчеркнуть этим слайдом, вы видите, что библиотека, научная библиотека нашего университета представляет Украину в Spark Europe и НЛ. НЛ – это европейская сеть библиотекарей открытого образования. Это очень-очень важно для нас. С конца 2020 года начались наши профессиональные контакты. Мы, естественно, в основном только вникали в особенности работы зарубежных библиотекарей, переводили с английского на украинский документы, созданные сетью коллегами из НЛ, участвовали в анкетированиях, часто задавали конкретные вопросы, получали на них конкретные ответы, и за это время мы очень и очень подружились. И я хочу сказать, что наша библиотека никогда бы не смогла в такое страшное, трагическое время и в такие сокращенные сроки достичь результатов, которые мы сегодня имеем без активной поддержки Spark Europe и НЛ. И, конечно, включение нашего университета в Spark Europe – это, безусловно, огромная честь, но это и большая ответственность. Уже имея определенный теоретический баланс, базис мы понимали, что библиотека должна выступать как организационная структура, которая бы предоставляла оптимальный баланс между усилиями преподавателей, в том числе как автором, и механизмом помощи в понимании ОИАР, а также создании, использовании, опубликовании и распространении ОИАР. Фокусирование на ИОАР – это была инициатива снизу, инициатива от библиотеки, а не, например, от Министерства образования и науки Украины. Именно в военное время ректор и проректора УСУ сдали зеленый свет развитию ОИАР. Они поддержали призывы библиотеки к внедрению новых моделей информационного обеспечения, дистанционного обучения и преподавания. К тому же администрации и преподаватели, и библиотекари понимают, что после окончания войны сотни инвалидов, подстрадавших от российской агрессии, захотят получить высшее образование или переквалифицироваться, но физически они не смогут прийти в университет. Именно библиотека должна быть готова поддерживать инклюзивность своими ресурсами и своими услугами, и это и есть социальная справедливость. У нас в университете работает региональный центр высшего образования для лиц с инвалидностью, и одним из первых шагов направления обеспечения социальной справедливости и поддержки ОИАР стало внесение пункта о возможности использования ОИАР по образовательным программам в положение организации инклюзивного обучения в УСУС. Далее можно увидеть на слайде, что библиотека улучшала, постоянно улучшала осведомленность преподавателей, студентов и самих библиотекарей о возможности ОИИ и ОИАР и их преимуществах. Мы общались как формально на вебинарах, на совещаниях с заведующими кафедр и преподавателями, на лекции со студентами PHD, так и неформально, с пользователями во время их посещения отделов библиотеки. В свой курс «Система научной информации для студентов PHD» я как доцент добавила лекцию об ОИИ и ОИАР и получила от них в конце семестра самостоятельные работы по поисковым стратегиям ОИАР по их теме, каждого из студентов по теме их диссертации. Это были короткие видео до пяти минут. На сайте библиотеки был создан новый информационный блок «Открытые образовательные ресурсы», который систематически наполняется и обновляется новыми ресурсами. Мы создавали и публиковали в статьях и профессиональных изданиях наши творческие работы по данной теме и посты также публиковали в социальных сетях. Мы изучили технические возможности для создания, курирования и сохранения открытых учебников и использованию в них мультимедиа. Подготовили также мы к общественному обсуждению нормативные документы по созданию открытых учебников и учебно-методических руководств открытого доступа. И хочется сказать, что вот такая информационная поддержка дистанционного обучения преподавателя, она дала свои результаты в рамках пилотного проекта нашими творческими преподавателями в партнерстве с библиотекарями. Созданы четыре открытых учебника, как Open Textbook, которые размещены в институциональном репозитарии и интегрированы в международную систему ОРСИ. Это поисковый индекс открытых образовательных ресурсов. В процессе подготовки еще два учебника, и пока что мы единственные в ОРСИ от Украины. В течение июня-июля 2022 года создано и публиковано на YouTube три открытых видеолекции из десяти цикла «Открытое образование. Открытые образовательные ресурсы. Важность для украинского высшего образования». И вот именно создание открытых учебников и цикла открытых видеолекций – это пример интеллектуального волонтерства преподавателей и библиотекарей, когда мотивирующим фактором стало бескорыстное желание действовать на благо университета, кафедры, студентов, а не на личную выгоду. На национальном уровне мероприятия направлялись на сообщество университетских библиотекарей Украины, то есть на целевую аудиторию. В мае мною был проведен всеукраинский вебинар «Открытые образовательные ресурсы. Роль университетских библиотек». Кроме того, со своей коллегой Еленой Матвеевой в 2021 году мы провели всеукраинское исследование среди библиотек вузов Украины относительно их готовности к ОИАР. Также мы развернули платформу Open Monograph Press и стали работать с учебниками. Но кроме учебников, вы тут видите, что мы начинали с альманаха поэзии, который называется «Детевские сонеты», и мы начинали с биобиблиографического указателя для абробации системы. Онлайн опрос среди участников конференции университетского библиотека на новом этапе развития социальных коммуникаций, которая проходит ежегодно в нашей библиотеке, в нашем университете, и соорганизатором которой является библиотека Назарбаев университета. Спасибо им огромное еще раз за это. Присутствовали представители из 17 стран. И в конце, когда мы подводили итоги мини-опросника о трендах развития библиотек в условиях войны, то это были открытая наука, инклюзия, открытые образовательные ресурсы. Как видите, мировое сообщество, не только украинские библиотекари, подтверждают, насколько важным являются и обязательным являются открытые образовательные ресурсы. И еще то, что вообще для нас было и неожиданностью, и очень-очень важной вещью, это победа в Open Education Global в этом году, 17-20 октября, в Соединенных Штатах Америки, как всегда, проходила самая большая конференция в мире по открытому образованию. И мы вышли в финал, мы соревновались с университетом Калгари, Канада. И уже после того, как были сделаны защиты наших проектов, были сделаны доклады, то через два дня в итогах победа была наша. И дирекция, руководители Open Education Global отметили, что в номинации Open Resilience это премия, которая присуждается за слабые заслуги практикам, которые нашли лучшие способы преодоления невзгод перед лицом беспрецедентных проблем или кризисов. Мероприятия, наглядно демонстрирующие использование открытых образовательных ресурсов или открытых образовательных практик для решения проблем, возникающих в любой кризисной ситуации, они отметили, что наша работа, работа научной библиотеки Украинского государственного университета наук и технологий, это образцовый вклад в расширение равного доступа к знаниям во всем мире. Ну и я хочу сказать, что в конце своего доклада, что украинцы сегодня перестали искать ответ на вопрос в датах, когда закончится война, но мы имеем однозначное понимание измерения, в котором находится этот ответ до нашей победы. А у библиотекарей своя служба, свой информационный фронт, на котором, поверьте, нам очень и очень нелегко. Но наши университетские сообщества в нас нуждаются, и мы их не подводим, как бы трудно нам не было. У нас все будет хорошо. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...